В год памяти и славы, когда всем и праздновали 75-летие Великой Победы, была проведена международная акция «Сад памяти», в ходе которой высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. В нынешнем году эта акция нашла свое достойное продолжение. Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов стали организаторами акции «Сад памяти». Со второй половины марта замечательная акция стартовала не только в нашем муниципалитете, но и по всей стране. В станицах, поселках и хуторах Славянского района есть свои сады памяти, где свято чтут память павших героев. Появился такой сад и в городском Северном парке, а в нынешнем году он еще более расширится. В прошлом году мы действительно начали этим делом заниматься и посадили вот несколько деревьев вот с той стороны. именно те деревья, которые как бы дали начало парку памяти, то есть славы памятников. В этом году и вот сегодня мы продолжим эту акцию. Здесь у нас уже, вы видите, как будет смотреться эта аллея со временем. В Северный парк пришли в этот день славянцы всех возрастов, студенты, волонтеры, активисты, ветераны труда. Минуты молчания почтили собравшиеся память героев. А затем все они приступили к посадке деревьев. В акции приняли участие глава Славянского района Роман Синеговский и председатель совета муниципалитета Григорий Литовко. Для каждого участвующего благородная акция стала ярким и запоминающимся событием. Эта акция, конечно, приурочена к празднованию 76-й годовщины Победы Великой Отечественной войны. И среди нас и молодежь здесь, и руководство здесь, и администрация района и города. Спасибо всем, кто принял участие в этой замечательной акции. И я думаю, она будет продолжаться из года в год. Давным-давно отгремели сражения Великой Отечественной войны, в ходе которых солдаты и офицеры Красной Армии, проявляя мужество и героизм, освобождали родную землю от оккупантов. Но сколько бы с тех пор не прошло лет, благодарные славянцы чтили и будут чтить память воинов-освободителей. Я уже второй год принимаю участие в этой акции. Друзья мои принимают участие в этой акции. Я привожу сюда внучку свою, показываю, где я деревья сажу здесь. В Москву отправляю внукам опосаженных деревьев. И считаю, что так должен поступать каждый, кто потерял на фронте или после войны защитник Отечества. Два моих прадедушки воевали в годы Великой Отечественной войны и погибли на фронте. Я первый раз участвую в подобной акции. Я думаю, что это очень важно. Мы таким образом передаем нашим потомкам память о войнах, погибших в Великой Отечественной войне. 21 липа была высажена в этот день в память о невернувшихся с войны. Славянцы хорошо знают, что счастливая мирная жизнь была завоевана дедами и прадедами, которые для этого не жалели своих здоровья и жизни. И деревья, которые вырастут и зашумят густой листвой, лишь скромная дань нашей благодарной памяти. Андрей Вишневский, Игорь Иванчугов, программа «События».